Рука помощи от казахстанцев. Полгода назад по поручению президента в стране создали фонд Казахстан Хаукна. Туда поступило 130 миллиардов тенге от меценатов, предпринимателей, национальных компаний и крупных предприятий. В фонд обратились 8200 казахстанцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в том числе родители детей с орфанными заболеваниями, настолько редкими, что в Казахстане даже нет протокола их лечения. Препараты, которые могут спасти жизнь таких детей, не зарегистрированы. Чтобы ввести в страну лекарства хотя бы для одного ребенка, фонд Казахстан Хаукна проводит долгие переговоры с посольствами и производителями редких препаратов. Поэтому мы хотим увеличить нашу помощь таким детям, но путем предоставления грантов АСК формации. То есть медицинские организации должны будут, областные управления здравоохранения совместно с Минздравом, совместно с ССК формацией должны будут определить тот контингент детей, которым нужна помощь. И мы за счет гранта фонда Казахстана Хаукна поможем купить эти лекарства, потому что за счет гарантированного объема многие из них не купишь, они еще раз не зарегистрированы. Стоимость жизненно важного укола в среднем 40 миллионов тенге. Но одной инъекции не обойтись, в среднем нужно около пяти. Реализует сейчас и проект офтальмологического скрининга. За счет фонда свыше 30 перинатальных центров всей страны оснастят специальным медоборудованием для выявления патологий. Офтальмологический скрининг позволяет на ранней стадии выявлять там недоразвитие у недоношенных детей, недоразвитие органов зрения с тем, чтобы исключить их инвалидизацию и слепоту в будущем через своевременное решательство. В планах добавить в перинатальные центры оборудование для раннего выявления патологии органов слуха. В этом вопросе главное вовремя начать лечение на ранней стадии. Но несмотря на проводимую работу, фонд пока что не отвечает тем требованиям, которые поставил президент страны. В этом признается сам председатель фонда. Для сбора предложений он и приехал в Северный Казахстан. От местного предпринимателя Сергея Звольского прозвучала просьба уделить больше внимания сельской молодежи. Была такая фраза стереть грани между городом и деревней, максимально создать условия строим, жилье, благоустройство, водоотведение. Но мне кажется этого мало. Этого еще недостаточно. В любом случае человек молодой пытается уехать в город и там уже построить семью и вернуться назад очень сложно. Хотел бы попросить все-таки обратить внимание на сельские школы, на уровень образования. Одна из идей на вооружении фонда – создание опорной школы в каждом регионе. Планируют для начала оснастить 17 сельских учебных заведений. Этот опыт переняли у одной из компаний, которая за свой счет полностью оснастила 5 сельских школ. 250 миллионов в среднем на школу оснастила все эти кабинеты физики, химии и так далее. И заключила договор с Нишем, с тем, чтобы Ниш взял на себя методологическую подготовку преподавателей этих школ. Результат в этих сельских школах, районных школах очень сильно повысился буквально в течение двух лет. От североказахстанцев звучали предложения по развитию спорта, улучшению работы системы здравоохранения на селе. Свои предложения можно будет отправить также на портал «Казахстан Халхана». Главная боль всех петропавловских водителей. О ремонте дорог спрашивали кумарок Сокалова жители города. Один из проблемных участков – отрезок улицы Букетова, реконструкцию которой делают второй год. Из последнего городской Акимат пообещал открыть улицу 1 июля, но участок все еще закрыт. Те сроки, которые мы заявляли по улице Букетова до 1 июля, закончить ее, то есть уже провести асфальтирование, средним ремонтом пройтись. На сегодня дожди, которые были, чуть-чуть наши сроки продлились. Мы планируем ее до 7 июля уже завершить, то есть заасфальтировать и открыть данную улицу. Касательно именно самой ливневки, то есть как по срокам мы говорили, до 1 июля ливневку мы уже закончили. Сейчас идет там средний ремонт, это уже другой проект, а проект именно ливневки мы завершили 1 июля. Сейчас ремонт дорог идет на четырех улицах областного центра Тужимабаева, Горького, Алтонсарина и Громовой. Работы на последних двух планируют завершить до 1 августа. Отремонтировали практически 64 километра автомобильных дорог по городу. 23 километра ливневых канализаций построено. 6700 столбов освещения, нового освещения по городу установлено. 460 дворов отремонтировано, в этом году еще 77 дворов, где будут проводиться ремонтные работы. Приступили в этом году и к долгожданному сносу микрорайона Капай. Сейчас подготовлены строеплощадки для 9 многоэтажек, для которых снесли 17 частных домов. Там запроектировано 27 многоэтажных домов, 2800 квартир. Также будем строить там детский сад, строить будем поликлинику, будем строить там школу. То есть это очень хороший будет район. Ну это географический центр города. Рассказал глава региона о ситуации на ТЭЦ-2. До 1 сентября там должны запустить 6 котлов, которые к осени необходимо капитально отремонтировать. Плюс до 1 ноября запустят еще 3 котла. На будущий год начнем строить уже другую трубу, намного выше, вместо первой и второй трубы. Вторая труба тоже будет разбираться. Требования к трубе соответствующие, чтобы эта же, эта труба должна выдержать большое давление. Эти трубы выпускают только специализированные заводы. Любую трубу туда не поставишь. Значит, это только специализированная труба, которая выдерживает высокое давление, большую нагрузку. Ну вот материал весь завезен, тарифов это нет, не отразится. Значит, повышение тарифов возможно, но это за счет стоимости угля и за счет стоимости перевозок. Но это по всей стране. К слову о перевозках. Кумар Аксакалов рассказал о судьбе Петропавловского аэропорта, который уже три раза выставляли на торги. Но покупателей так и не нашлось. Акимобласти отметил, что сейчас воздушная гавань несет убытки. Долги местной власти смогли погасить, но вкладывать в аэропорт нужно еще очень много. Для того, чтобы все устранить, нам нужны миллиарды опять. Понимаете? Миллиарды. Ну сколько можно тянуть? У нас что? Других вопросов города нет или области. Поэтому мы в надежде, что найдется бизнесмены, которые могут раскрутить наш аэропорт. Выставляем и будем выставлять, пока не продадим. Должны быть заинтересоваться компаниями, которые имеют опыт организации полетов. Значит, аэропорт может быть интересен, когда будет здесь дозаправка. Вот аэропорт города Алматы, он 40% по-моему зарабатывает только за счет того, что самолеты садятся, проводят дозаправку и улетают дальше. То есть это должна быть мощная нефтебаза, отвечающая всем требованиям безопасности. А это опять-таки, по-моему, 600-700 миллионов тенге. Проблемным проектом стало и возведение новой многопрофильной больницы. Сейчас стройку приостановили из-за смены министров, отметил глава региона. Министерством прорабатываются новые подходы к строительству и закупу оборудования. Но в долгострой объект превратиться не должен. В 2023 году больницу планируют ввести в эксплуатацию. 150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в селе Подгорном Козелжарского района. Здесь производят забытовочный кирпич, тот самый, из которого возводят высотные дома. На нескольких стройплощадках Петропавловска сейчас уже используют кирпич под маркой «Сделано в СКО». Стоимость одного кирпича – 115 тенге. Это на 20-30 тенге дешевле привозного. Раньше североказахстанские строители закупали кирпич в Кокшетау и Экибастузе, переплачивая за доставку. Открылись в мае месяце, пользовались поддержкой СПК. Стройку уже второй год. Вот мы продолжаем строить вторую линию нашу. Будем работать почти весь год, не считая двух-трех месяцев. Изначально кирпичный завод был летнего типа. Но потребность в этом стройматериале настолько велика, что изготавливать его нужно без перерывов весь год. Потому сейчас достраивают здание и параллельно возводят вторую производственную линию. Когда ее запустят, в день на заводе будут производить 300 тысяч штук кирпича. Данный завод практически на 50% по требности в кирпиче, бутылочный кирпич, закрывает. Это одно радует. Второе, что у нас инертный материал, который для изготовления своего кирпича, местный. Местная глина, то есть она вот здесь находится буквально в 10 километров, как мне объяснили, карьер этот глины. И плюс вторичная переработка центрального котеля, село Бесколь, уголь, шлак, который уголь перегорает, остается шлак. Он идет тоже в производство этого кирпича. Узнать, есть ли проблемы, нужна ли помощь. Для этого на завод приехали можелесмены. После очередной сессии депутаты, избранные от своих областей, приезжают с рабочей поездкой на малую родину. Встречаются с бизнесменами, посещают села. В первый день были в селе Жамбул. Там как раз вопросы люди поднимали тоже по питьевой воды, по переселенцам. У нас порядка 15 домов предприниматель Кустанайской области. В рамках реализации программы «Ескебики Ель» построены были 15 домов, 7 домов уже были заселены. Но программа закончила свою работу и сегодня местная исполнительная власть не может найти решение, каким образом возместить эти дома за строительство. Как помочь предпринимателю? Этот вопрос можелесмены поднимут на правительственном уровне. В северном Казахстане депутаты пробудут до 13 июля. На фабрике бумажных изделий продолжают пусконаладочные работы. Монтаж оборудования из Китая стоимостью 1,1 миллиард тенге начался весной и закончился в августе. К этой работе подключили 15 человек. Это слесари, сварщики и монтажники. Все работы ведутся без отставания от графика, рассказал директор фабрики бумажных изделий Андрей Титов. На сегодняшний день мы заканчиваем монтаж двух машин БДМ, то есть это бумагоделательная машина, производительность 15 тонн. Работы на сегодняшний день завершены уже на 90%, где-то 95%. И приступаем к монтажу уже непосредственно фасовки, то есть где уже будет конечный продукт. Будет несколько участков. То есть это участок бумага, непосредственно бумагоделательной, где будет у нас бумажная заготовка получается. Это будет участок конвертинга, где на разных типах оборудования будет изготавливаться разный вид продукции. Плюс у нас будет участок водоочистки, участок водоподготовки и непосредственно склад логистики. А вот и тот самый склад, где будет храниться муклатура. Его вместе с очистными сооружениями предстоит достроить. Они нужны для повторного использования воды, которой для производства бумажных изделий нужно много. Безотходное и экологически чистое производство позволит ежесуточно выпускать 15 тонн готовой продукции. Ее предприятие начнет производить в сентябре этого года. Идея создания такой фабрики в Туо-Радугу зародилась три года назад. К реализации проекта компания подошла ответственно. Чтобы проработать технологическую линию, мы приобрели небольшой бизнес в городе Семей. То есть у нас уже есть небольшое производство туалетной бумаги. Мы считаем себя экспертами в области переработки пластмассы с бумагой. И непосредственно мы еще не работали. Это наш первый проект по переработке именно вторичного сырья макулатуры. Данный проект получил поддержку со стороны банка. То есть это финансируется еще от заемных средств. 450 тонн продукции в месяц мы можем производить. Речь идет о салфетках, санитарно-гигиенической и офисной бумаге. Реализовывать готовую продукцию будут не только в Казахстане, но и в ближайших регионах России. Оборудование для производства бумажных изделий в товариществе цели направлено подбирали универсальное. При необходимости фабрика сможет работать не только на вторичном отечественном сырье макулатуре, но и на импортном первичном сырье целлюлозе. Штат сотрудников практически полностью укомплектован. Здесь будет работать более 60 человек. Администрация у нас в принципе уже укомплектована. Бухгалтерия, склады уже есть. Часть сотрудников уже набраны. И работа уже проведена. В принципе, даже на всю производственную линию у нас директора производства уже подготовили потенциальных сотрудников. То есть они сейчас работают на других участках внутри компании, либо сейчас уже проведены переговоры для привлечения с других компаний. В среднем зарплата работников составит 170-180 тысяч тенге. В Селеново-Ишимском районе Габита Мусрепова полным ходом идет строительство жилых домов. Этот пятиэтажный дом начали строить в мае 2021 года. Работы производит товарищество ПМК-5. Говорят, в сроки укладываются. Завершили работы по кладке стен, смонтировали внутреннюю систему отопления, электроснабжение, установили окна. Потребная организация ОТО МПК-5 хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке. Прораб Адельбек Жарылкапов живет и работает здесь уже 14 лет. Под его пристальным присмотром в районе построили не одно здание. Я вот в центре района строил, где Советская улица, там двухэтажные дома, 13 квартир. Два дома сдавал и 18 квартир не сдавал. И вот здесь 50 квартир еще такой же. Все работы закончились, уже начали устанавливать приборы, унитазы, ванны все. Стадия идет полным ходом. У нас остались чистовые работы. Петражем занимаются, экономными работами. И сантехнические работники работают, малярии работают, липкащики работают. Всего здесь трудятся 15 человек из подрядной организации и те, кто трудоустроился через центр занятости. Зинаида Письменная всю жизнь проработала на стройке. Сейчас свои 63 года дома усидеть не получается, признается пенсионерка. По зову души Зинаида Васильевна вновь пришла туда, что называется делом всей жизни. Сантехники, которые батареи делают, мы сразу их, они заматывают, мы сразу красим, моем, всю эту грязь мы убираем. Все, потом идем на другой подъезд. С 17 лет я работаю штукатуром. Я как закончила училище, так я всю жизнь работаю штукатуром. Я устаю, не говорю, что это моя усталость, это моя радость. Я вот когда пришла первый раз на стройку, вот сюда вот, после столько лет, я прям, ну как, я домой пришла уставшая, но нет, но я пришла радостная. В районе имени Габита Мусрепова это уже пятый 50-квартирный жилой дом. Квартиры будут распределяться среди очередников от Басы Банка по государственной программе Нурлежер. Мы этот дом закончим в августе месяце. Из бюджета было выделено более 600 миллионов тенге на строительство данного дома. Площадь данного дома составляет 4204 квадрата. Получается 1-комнатных 17, 19 2-комнатных и 14 у нас 3-комнатных квартир. Инженерные сети коммуникации к данному дому полностью подвинены. В настоящее время ведется благоустройство жилого дома, то есть брусчатка, асфальтирование и так далее. В этом году здесь планируют начать строительство еще одного 50-квартирного жилого дома. Почти 60 лет здание Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Района Макшана Жумабаева не видела капитального ремонта. Построили его в 1965 году. Раньше здесь был Полудинский детский дом. В 2018 году его реорганизовали в Центре поддержки детей. В этом году в рамках программы «Аул Ельбесега» на капитальный ремонт заведения выделили более 70 миллионов тенге. Мы, знаете, очень рады, что в нашем центре вот такой капитальный ремонт. Сейчас ремонта не было много-много лет. Вот сейчас у нас появится новая крыша, новые окна. Полностью будет заменена система отопления, уличная теплотрасса. Мы работаем, подрядчик у нас ТО «Доломит». В общем-то мы с ними работаем дружно. Работают очень оперативно, качественно. Приступили к работе здесь в июне. До 1 августа ремонт планируют закончить. Ремонт кровли подходит к завершению. Заканчиваем через день. Окна заменили на 60%. Теперь остальная работа у нас за системы отопления. Материалы заказали. С понедельника начнем работу. После замены системы отопления приступаем к восстановительным работам внутри объекта. В качестве спонсорской помощи подрядчик планирует благоустроить баню. Всего по программе «Аул Ельбисыг» в области проведут капитальный ремонт 20 объектов образования. Выделено 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт 27 объектов. В раках программы «Аул Ельбисыг» 1,9 млрд тенге. И в основном бюджете на 7 объектов выделено 484,7 млн тенге. В основном ремонты – это замена кровли, замена окон, отопление, внутренние и внешние работы и ремонт электрооборудования. По всем объектам проведены уже конкурсные процедуры, подписаны договоры и начаты работы. Планируем закончить работу в пределах 20-25 августа. Сейчас в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации района Махшана-Жумабаева, проживает 54 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. С начала этого года сюда поступило порядка 15 детей. 10 воспитанников ушли в семью. Более 3000 казахстанских выпускников набрали свыше 120 баллов на единонациональном тестировании. Итоги главного экзамена школьников обсудили на брифинге службы центральных коммуникаций. ЕНТ осталось позади для 154 тысяч человек. 67% из них смогли преодолеть пороговый балл. 5 июля завершилось основное единое национальное тестирование. ЕНТ прошел в электронном формате в 43 пунктах тестирования по принципу один компьютер, две камеры и один тестируемый. Одним из важных моментов является предоставление двух попыток сдачи ЕНТ и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Меньше стало и тех, кто планировал на тестирование списать. Телефоны и шпаргалки в этом году рискнули пронести 300 выпускников. В 2021 число таковых было 750. Положительную тенденцию связывают с ужесточением правил сдачи ЕНТ. Например, если при входе в аудиторию металлоискатель обнаружит запрещенные предметы, абитуриента попросту не допустят к сдаче теста. Но выпускники каждый раз придумывают иные методы для достижения своей цели. Доходят абитуриенты и до подставных лиц. Во время проведения не только основного ЕНТ, январского, мартовского и основного ЕНТ у нас был выявлен только всего лишь один случай подменный лиц. На третьей неделе сдачи ЕНТ участник пытался сдать ЕНТ, отправив место своего построенного человека. Если более точнее, старший брат попытался сдать ЕНТ вместо младшего брата. Но благодаря биометрику, распознаванию лица, идентификации личности при входе мы не допустили этого. В прошлом году такое пытались совершить 18 выпускников. Есть все-таки и такие, кто телефон со шпаргалкой пронесли. Поймали их с поличным уже в аудиториях. Удалили из кабинетов и аннулировали результаты у более 300 человек. Сейчас в министерстве начали поиск незамеченных хитрюк. Их найдут уже с помощью видеокамер. Просматривать записи со сдачи ЕНТ будут до конца этого года. К этому времени ребята уже определятся с вузами. Возможно, получат гранты. Но их заберут в случае подтверждения списывания. В 2021-м такая участь была у 52 абитуриентов. Эта норма была впервые введена в 2020 году. Тогда, после просмотра видеозаписи, в 2020 году были аннулированы результаты 152 абитуриентам. На сегодняшний день по итогам постпрокторинга на данный момент аннулированы результаты 15 участников. В данный момент проверяются результаты более 200 тестируемых. Не смогли сдать ЕНТ в этом году свыше 50 тысяч человек. Это 33% от общего числа участников. Средние баллы единого национального тестирования 66. Максимальный результат 139 баллов. Кстати, в 2022-м увеличили на 16,5 тысяч и количество грантов. Выделили их в основном на технические специальности. Недопонимание в семье, тяжелый жизненный период или болезни, о которой сложно рассказать близким. Молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь в молодежном центре здоровья. Такие есть в каждой поликлинике. Обратиться могут подростки с 12 до 17 лет и молодые люди с 18 до 29 лет. Им оказывается комплексная медико-социальная и психологическая помощь. При этом специалисты отмечают, прием абсолютно конфиденциален. То, что было сказано в кабинете, останется там же. Человек, который приходит в молодежный центр здоровья, он получает консультацию по всем вопросам, по которым может получить. Это абсолютно бесплатно. То есть вне зависимости от места прикрепления человек может прийти. Прием ведут акушер-гинеколог, врач общей практики, фельдшер, психолог, уролог и юрист. С начала года по области оказано свыше 182 тысяч услуг на сумму 431 миллион тенге. Финансируется центр фондом ОСМС. Чаще всего нам обращается молодежь по каким-то личным бытовым обстоятельствам. Бывают проблемы в семье, недопонимание между супругами. Когда подростков не понимают родителей, у них возникают какие-то трудности, мы пытаемся всем этим помочь. В те моменты, когда пациентам необходима юридическая помощь, у нас есть хороший юрист, мы можем его позвать. Она может проконсультировать пациента с таким моментом, когда, допустим, какие-то трудности с получением каких-либо документов, когда человек не понимает трактовку того или иного закона. Чаще всего в центр обращаются люди с 22 до 25 лет. Обратиться в центр можно по телефону горячей линии 625-444-305, через сайт поликлиники 4ГорПол и через Инстаграм. В скором времени планируют ввести онлайн-консультации.